Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем замечательную, на мой взгляд, тему, тему, которая не может оставить в стороне ни одного, ну, профессионального даже, не хочется говорить, потому что профессионального, само собой, ни одного человека, который какое-то отношение имеет к рынку. Тема торговых систем. Если позволите, романтическое название мы себе позволили. Торговые системы в борьбе за доходность. Вот так мы. Так и никак иначе был поставлен этот вопрос. Ну, так вот, обсуждаем мы сегодня все, что связано с торговыми системами. И у меня в гостях замечательные профессионалы. Александр Муханчиков, частный трейдер. Добрый день, Саша. Добрый день. И Сергей Дорогавцев, управляющий активами инвестиционной компании Финам. Добрый день, Сергей. Добрый день. Ну, что ж, давайте сразу начнем нашу беседу. Александр, Сергей, у вас есть большой опыт торговли, я это прекрасно знаю. Кстати, частный трейдер от управляющего активами чем отличается, Саша? Скорее всего, суммами, которые находятся у него под управлением. То есть у тебя больше, чем у управляющего актива суммы, видимо, да? У частного трейдера. Как раз меньше. Ну, то есть зачастую это именно так. Но бывает, конечно, и исключения. Да, совершенно верно. Много, да? Ну, или как минимум мы знаем частных трейдеров, да, с которыми можно посоревноваться и управляющими активами. Итак, давайте начнем. Собственно, вопрос, наверное, традиционный, в данном случае вполне логичный. Как можно сформулировать, что такое торговая система, Сереж? Торговая система? Ну, попытаюсь сформулировать это так. Как некий свод, некий набор правил, которые помогают зарабатывать деньги на фондовом рынке. То есть эти правила, это должны быть однозначные правила, не такие там 50-50 или-или. Должен быть, на мой взгляд, свод однозначных правил, которые помогают зарабатывать. То есть эти правила должны, ну, несколько вопросов, на несколько вопросов должна давать ответ торговая система. Первое, значит, как выбирать инструменты для работы. На рынке очень много инструментов сейчас, там акций много, фьючерсы, опционы, там облигации, куча-куча активов, да. То есть должен быть некий алгоритм, некий механизм, который позволяет вам отбирать инструменты для работы. Дальше, значит, инструменты отобрали, что с ними делать? Значит, должен быть некий механизм, который, некий набор правил, который определяет момент входа в рынок. Ну, там, покупку или продажу, если мы от шарта играем в той или иной инструмент. Коль скоро позиция открыта, должен быть следующий пункт, это правило для защиты капитала, да, так называемый стоп-лосс. Что мы будем делать, если рынок пойдет против нас? Допустим, позицию открыли, да, конечно, мы готовы, хотим, скажем так, зарабатывать долго и много, но вдруг рынок пойдет против нас, мы же не можем позволить себе такую же роскошь потерять на одной сделке все. Вот, поэтому надо как-то защищать свой капитал, да, должны быть однозначно правила для установки стопа. Далее, рынок все-таки пошел в нашу сторону, значит, что делать с прибылью? Сейчас закрыться, к вечеру, подождать неделю, другую, месяц. Через месяц больше же прибыли. Да, 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 то есть вот, то есть должен быть следующее правило, которое подскажет нам, как грамотно фиксировать эту прибыль, да. Вот, ну и, наконец, последний вопрос, на который должна давать система, это управление капиталом. На какую долю от нашего портфеля, от нашего счета входим в рынок? Можно войти на 10%, можно войти на 100%, можно там на 200%, вот, если там брать какие-нибудь фьючерсы на евро, на доллар, там вообще получается с плечом. Вот, и понятно, что в зависимости от того, каким объемом входим, результаты будут очень сильно разниться. То есть вот торговая система... То есть выбор вот этой части капитала, который тоже от чего-то зависит. Конечно, в той или иной ситуации он может быть больше, меньше, то есть вот это должна система давать ответ на эти вопросы. То есть это свод правил, который позволяет не только выжить на рынке, но и зарабатывать. — Огромное спасибо, Сереж, ну, если не возражаете вы, да, уважаемые гости, мы сейчас более детально, как минимум, вот, каждый из этих пунктов с вами обсудим, потому что, действительно, названия-то понятны, да, в чем, что скрывается за ними, мне, в частности, может быть, нашим слушателям, да, не совсем ясно. Саш, во-первых, ты, да, с Сережинами, так сказать, предложениями согласен, или у тебя, может быть, что-то добавить есть? — Я бы хотел немножко уточнить, что необязательно торговая система позволяет зарабатывать на фондовом рынке. То есть если… — Не обязательно? — Конечно. — Но мы к этому стремимся. — Мы, вот, это правильно, да, то есть мы к этому стремимся, но если набор правил в результате приводит к убыткам, то это от этого, этот набор правил не перестает быть системой, по которой мы работаем. — Ну, наверное, в этом случае стоит сказать, что это убыточная торговая система. — Да, либо просто текущий рынок, текущий инструмент не подходит для этой системы. — А, то есть это не значит, да, если я получил в результате торговли по какой-то системе, получил убытки, это совсем не значит, что… — Что это не торговая система. — Нет, не значит, нет. — Это неправильная торговая система, или, извините, там, да, я как-то не так выгляжу. Могут быть причины, да, сторонние, что называется, не связанные с конкретными вот вещами, которые мы обсуждаем. Правильно я понимаю? — Да, конечно. — Ну, и еще один вопрос, Саша, тебе. Частный трейдер, да, и управляющий активом, у них разные торговые системы? Ну, опять-таки, вот, учитывая то, о чем ты уже говорил, да, у частного трейдера меньше суммы капитала, наверное, ну, может быть. — Не всегда, то есть они, естественно, могут и совпадать, в чем-то пересекаться. Просто тут еще есть проблема с законодательством, да, то есть у частного трейдера, как бы, доступны для торговли абсолютно все активы, абсолютно любые на управлении, как в шорт, так и в лонг. — То есть имеется в виду, что что-то захотел, ну, в кавычках, конечно, я оставлю, потому что делать не в хотении, да? — Да. — Что ты захотел, то ты и сделал. — Да, правильно. — А управляющего активами, да, как человека… — Да, законодательство, оно очень сильно ограничивает инструменты, с которыми мы можем работать. То есть мы не можем работать с плечами, мы не можем работать от шорта, мы не можем использовать товарные деривативы, ну, фьючерсы на товары и на валюты. То есть мы можем использовать только фьючерсы на индексы и фьючерсы на акции. Фьючерсы на нефть, золото там и доллар мы не можем прививать. — Я сейчас тебя слушаю и прямо мне слезы, слезы на глазах, на глаза набежали. — Вот в таких жестких рамках приходится… — Как же вы работаете, как вы зарабатываете-то тогда? Это мне… это просто… я восхищаюсь сейчас тогда. — Ну, вот приходится под таким жестким гнетом… — Тем не менее, да, изгаляться как-то. — Саша, кстати, а вот возможности частного трейдера больше, чем возможности управляющего, да, по озвученным причинам, а дает это статистическое преимущество? — Конечно, дает. — Да? — То есть и возможности получается больше. И там, где возникает ситуация, например, для торговли, для прибыльной сделки на нефти или на золоте, то есть я как частный трейдер, я могу ее сделать, а управляющий зачастую ее сделать не может. И как раз и возможности использовать плечи, да, то есть любые инструменты абсолютно, любые комбинации инструментов. Это очень большое преимущество на рынке. — Преимущество, да? — Конечно. — Ну, тем не менее, все-таки я подчеркну свою мысль, еще раз уточню мысль. Мне так кажется, что не всегда большие возможности — это обязательно больший положительный результат. Иногда возможности, да, или выбор. Большие выборы. — Это зависит от мастерства. — Ага. — Мастерства опыта. — Исключительно, да? — Потому что человек, обладающий, да, такими же возможностями, но не обладающий достаточным опытом, может эти возможности, к сожалению, да, не использовать в нужную сторону, а может быть и наоборот. Кстати, разговоры о плечах здесь идут, если можно поподробнее, что такое плечо? — Плечо, ну, это возможность привлечения дополнительного капитала при открытии сделки. Ну, грубо говоря, у нас есть 100 рублей, мы одаложим у брокера еще 100 рублей и входим в рынок на 200 рублей. То есть, это называется кредитным плечом, маржинальным плечом. — То есть, соответственно, брокер помогает, да, каким-то образом? — Да, да, да. Он за определенную денежку дает нам этот долг, на который мы можем войти в рынок большим объемом. — Больше объемом, а... — Соответственно, прибыль потенциальная. — Мотивация, да, мотивация. Зачем мне это нужно? — Ну, чтобы больше заработать. — Чтобы больше заработать. — Да, то есть мы можем больше заработать, но, соответственно, и риски возрастают. Столько же раз, а сколько возрастает наше плечо. — Совершенно верно. — То есть, палка двух концов. — Поэтому, да, 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 палка двух концов. Но плечо, да, использование плеча, нельзя сказать, что это очень опасная штука, да. То есть, если ты знаешь, как этим пользоваться, ты можешь результативность, эффективность своей торговли значительно повысить, да. Если ты не знаешь, как этим пользоваться, то это очень опасная вещь. Обычно, как вот, простой трейдер, да, неискушенный, что подразумевает, ты вот у квалифицированного инвестора третье плечо. Обычно народ как считает, вот я, значит, есть у меня миллион, я покупаю на четыре, и три-три заемных один слой, и начинаешь орахать там вверх-вниз. — И через короткий промежуток времени я весь в шоколаде. — Это неправильный подход. Надо знать, в какой ситуации, да, на основе опыта, на основе расчетов, в какой ситуации можно войти с плечом, в какой ситуации там еще не на все свои деньги войдешь, да, то есть это вот... — А эта ситуация как раз это то, что на рынке происходит, да, вот ее надо оценить каким-то образом. — Да, да, да. То есть вот это вот должна делать торговая система, о которой мы говорили вначале. Торговый метод, который использует трейдер. — Я предположу опять, смотри, Саш, управляющий активами, он, помимо того, что он управляющий, у него еще огромная команда рядом, да, там начальники стоят, и в какой-то момент его оценка ситуации может не совпадать с оценкой его коллег. А ты один на один с рынком. — Да, и я соответствую... — Ему-то в данный момент поможут, ну, или даже не поможут, но, по крайней мере, не помогут, да, извините, но, по крайней мере, так сказать, да, какое-то консенсусное мнение будет вырабатываться. — Различные, ну, как бы, знаете, в инвестиционных компаниях есть различные подходы к управлению активами. — Так. — Ну, есть подход такой распространенный, когда собирается инвестиционный комитет, на нем присутствуют там аналитики, какие-то управляющие активами, все сидят, значит, смотрят... — И принимаются... — Да, и принимаются решения, вот давайте эти бумаги мы купим, значит, эти купим, эти продадим, эти на такой-то процент, на такой-то. Вот такой коллективный разум принимает решение, что держать в портфеле. Вот, есть другой подход, когда берется просто некая торговая стратегия, неважно, там, на фундаментальном анализе, она базируется на техническом, вот, она просчитана, она протестирована, она уже в работе используется там не один год, и уже каждый конкретный, за каждым конкретным управляющим закреплена эта стратегия. То есть у него все расписано, ты покупаешь тогда-то, продаешь тогда-то. — То есть ему не надо ни с кем совещаться, как минимум, да, и он, соответственно, отвечает сам за свои поступки и в какой-то себе напоминает часу трейдера. — Он четко следует алгоритму, который у него прописан. — Я понял. — Огромное спасибо, мы сейчас прервемся с вами у нас в эфире новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в гостях Александр Муханчиков, частный трейдер, и Сергей Дорогавцев, управляющий активами инвестиционной компании «Финам». Мы обсуждаем сегодня тему, посвященную торговым системам, торговой системы в борьбе за доходность. Саш, правильно, если вот опять вернуться к теме сегодняшней программы, правильное утверждение, что человек, торгующий по системе, он как бы, ну, как правило, или у него есть больше надежд стать успешным, чем человек, который системой не пользуется? Да, это абсолютно правильно. То есть стремление к тому, к исследованию рынка, к построению своей торговой системы, это именно то, к чему должен идти любой трейдер. И в конечном итоге у успешного трейдера у него должно быть несколько торговых систем, по которым он работает, то есть для разных типов рынка, для разных активов, но, соответственно, у него должен быть какой-то набор правил, которым он следует. Это, соответственно, позволит ему в любой момент времени знать, сколько максимум может от капитала потерять, и, в принципе, это может позволить ему ориентироваться на какую-то доходность в будущем, да, то есть основываясь на какой-то статистическом результате, он может оценивать там, что при датом года там в среднем я могу быть в плюсе там на столько-то. Но, естественно, оценка на основе прошлых результатов как бы никак не гарантирует доходность в будущем. Ну, это очевидно, да, это очевидно. Рынок переменчив, да, как говорят в таких случаях. Но, тем не менее, вот взгляд такой, да, ну, плановый взгляд, наверное, не очень правильно было сказать, но, тем не менее, взгляд вперед, он должен быть, да, что ты какие-то цели перед собой все равно ставишь. А не так, как ты вышел на рынок, как на рыбалку, забросил удочку, да, ну, клюнет, не клюнет, клюнет хорошо, не клюнет плохо. То есть планы все равно стоят какие-то. Конечно. Да, то есть я должен там за месяц, за квартал, за год заработать такую-то сумму. Ну, вот такого нет, что вот такую-то сумму, да. Ну, в процентах хотя бы. В процентах, ну, тоже нет, потому что нет такого, что я должен заработать, да. То есть есть какая-то оценка, что там, моя система может дать мне столько, если рынок будет подходящий под систему. Но рынок может измениться, как бы, и дать вместо такого плюса вот такой же минус. И трейдер, соответственно, который планировал там заработать, он останется просто в минусе. Мы не знаем, когда мы заработаем. Знаете, как кто-то из трейдеров в какой-то книге читал, он сказал, что трейдер – это такая профессия, где заранее не знаешь, когда у тебя будет Рождество. Почему? Ну, обычного человека, да, который работает не на рынке. Рождество, там, Новый год наступает в декабре, да, то есть он знает, что он там работает, и на Новый год там подарки, там, бонус какой-то новогодний, ничего, ничего такого. Вот, мы работаем… Либо с зарплатой, да, как у бюджетника, 5-го, 20-го. Вот, мы на рынке заранее не знаем, когда мы заработаем, да. То есть у нас бывает, что там неделя кормят целый год, да, то есть рынок стоял. А так бывает, действительно. Конечно, бывает. Вот, стоял-стоял, там, раз что-то куда-то двинулось, там, за неделю-другую заработали столько, сколько вот планировали за год заработать, условно говоря. Вот, сказать, сколько, опять же, цели по доходам нет, но есть некие стратегии, у которых есть определенное соотношение риск-доход, да. И мы примерно можем, как бы, ожидать, представлять, сколько мы можем заработать, сколько мы можем потерять. Понятно, что вот Александр правильно сказал, что мы на основе предыдущих результатов нет никаких гарантий, что это продлится в будущем, вот, но хоть какие-то там оценки можно строить, там, примерно чего ожидать от нашей деятельности. Да, нелегко. Я сейчас представляю, да, вот, ну, особенно частные трейдеры, я так понимаю, что, Сережа, управляющие активами, помимо доходности от своих систем, все-таки зарплатку это получает? Ну, есть определенная, да, небольшая фиксированная часть. А частного трейдера каково? У тебя семья есть? Пока нету, то есть, ну, вот я последний... Ну, видимо, пока ты будешь частным трейдером, семью у тебя не появится. То есть, как раз вот последние пару лет я живу только за счет дохода с рынка. И получается-таки? Ну, да, то есть, этот доход, он, мягко говоря, сравним с тем доходом, который я получал на последней работе. То есть, он порой гораздо больше, он порой чуть меньше, как бы, но в среднем он даже больше, чем на зарплату на последнюю работе. А, кстати, корректно говорить, смотрите, вот, условно говоря, за год, да, там, торговая система или просто трейдер заработал такую-то сумму за год. Ну, понятно, что он заработал это не ровными кусочками каждый месяц, да, а вот за неделю, как Сережа говорит, а весь год, да, вот, смотрел и ждал. Но потом корректно поделить эту сумму на 12 месяцев и сказать, что в среднем у меня вот получилась, там, ежемесячно такая-то сумма. Можно, а почему нет? Можно, да. Ну, если сравнивать, это идет. Да, я вот как раз так и делаю. То есть, у меня результат как раз по результатам года. Я его оцениваю. То есть, мы оцениваем, да, средний годовой результат. То есть, условно говоря, он, там, 30% или 40%. То есть, это может быть один год, там, плюс 70%, а другой год, там, ноль. Да, вот, там, уже за два года 35 получается. То есть, вот, такого плана результат. Так, хорошо, давайте вернемся к торговым системам. Во-первых, если не возражаете, еще раз мы проговорим уже более детально. Да, каждый из пунктов, который Сережа озвучил. Это первый выбор инструмента, я напомню. Дальше, на каком основании входите вы в рынок, да, где у вас стоп-лоссы стоят, где вы цель видите, да, я так понимаю. Как закрываете. Как закрываете. Уже с прибылью имеется в виду, да. И некое управление капиталом, которое тоже имеет такое стратегическое значение в любой торговой системе. И, перед тем, как к этому прийти, еще один вопрос. Я, по крайней мере, слышал где-то или читал, что в среде профессиональных трейдеров, да, бытуют два, ну, традиционных или классических взгляда на рынок или подхода, кстати, на основании которого, видимо, торговая система-то и выстраивается потом. Да, это некий анализ фундаментальный, когда оцениваются, да, какие-то нам макроэкономические показатели, ну, экономические показатели, и некий волшебный метод под названием анализ технический, где оценивается вообще непонятно, что. Ну, мне, по крайней мере, непонятно. Хотелось бы, во-первых, услышать, да, Сереж, если, ну, давай так, сравнивать, мы напрямую, наверное, некорректно опять, да, это и это, есть ли приоритеты какие-то при выборе, да, я пользуюсь этим, почему, потому что, или я пользуюсь только этим, почему, а может быть, есть возможности каким-то образом и совместить, и дальше торговая система, да, вот она выстраивается на основании какого-то метода, наверное, да, Сереж? Угу, так, ну, отвечу, я на рынке очень давно работаю, да, впервые в 94-м году пришел. Так не было тогда рынка-то еще. Были фьючерсы на доллар США, потом фьючерсы на ГКО, на РАУЕС, история... И понеслось, да, вот, я много чего попробовал, да, всякие разные подходы, и фундаментал пытался, и технику, и там скальпировать, и арбитражи всякие, вот. Много пробовал, много смотрел, там, общался с разными людьми, ну, за это время, там, сколько уж, больше 20 лет, наверное, 20 лет, 20 лет, да. Слушай, ну, да, это... Юбилей скоро, но будущий год. Вот, я постепенно для себя пришел к выводу, что, ну, опять же, на рынке у каждого свой путь. Это, знаете, как на машине, кто-то там из ряда в ряд быстро перестраивается, кто-то просто тошнит в своем правом ряду, и... И главное, что, и тот и другой комфортно себя чувствует, вот это главное, да? Да, они так рано или поздно доедут, там, если все будет нормально. Ну, дай бог. Вот, и на рынке то же самое, то есть кому-то там больше нравится, там, активная торговля, кому-то там поспокойнее, кто-то там вообще там три сделки в год делает. Вот, ну, и со временем, да, вот у меня выработались мои собственные торговые правила, которые мне комфортны, которые, в которых я себя чувствую, как вот в собственном костюме, да, мне удобно. Вот, это главный, не даже главный, это технический анализ, да, это цифры, это графики, вот. Это полное игнорирование новостей, потому что я убежден, что все новости, они отражены в ценах, так или иначе, да, то есть все рынком движут ожидания. То есть если мы видим какое-то зарождение тренда, ну, значит, люди, которые гоняют цену туда-сюда, почему-то думают, что рынок должен пойти... Да, у них есть, да, и есть какие-то знания. Я не размышляю, из-за чего это происходит, ошибаются они или нет, я просто вхожу в рынок, ставлю стоп, все. Меня интересуют причины, вызвавшие то или иное движение. Вот, игнорирую новости, игнорирую какие-то фундаментальные, вернее, фундаментальные показатели, вообще не обращаю на них внимания. Вот, только котировки, ну, в идеале, вот компьютер, пустая комната, никого не видеть, не слышать, только смотреть на графики. Кстати, если, вот, опять, взаимосвязь эту, да, попытаться проследить, есть график, как отражение движения цены, да, есть повод для того, чтобы цена пошла в ту или иную сторону. Вот этот повод тебе не интересен, я правильно понимаю, да, просто по факту видишь, вот цена растет, кто-то скажет, а почему она растет? Вот, а может быть, тогда смотри, этот кто-то знает, что цена может вырасти, потому что для этого существует повод, который... Да, ради бога, значит, его торговый метод базируется на анализе, там, каких-то экономических событий, там, либо новостей. Ну, опять же, для себя, нет, я знаю людей, которые торгуют по новостям, у них это неплохо получается. Просто, на мой взгляд, ты можешь... То есть, противоречий здесь нет. Я говорю, у каждого свой способ. Я понял. Просто мой опыт показывает, что любая новость может двояко интерпретироваться рынком. То есть, я смотрю, там, повышение рейтинга какой-то компании. Ну, казалось бы, новость положительная, надо покупать. Очень часто, если посмотреть историю, после выхода этой новости, повышения рейтинга, рынок обрушивается. Почему? Потому что все эти ожидания, они уже были заложены в цену, и рынок... То есть, мы ждали, что рейтинг поднимут, на этом подросли, может быть, немножко, потом по факту... То есть, есть поговорка «покупай на ожиданиях, продавай на факт». Тоже не на простом месте. Может быть, у Александра другой метод какой-то, да? Но он так прислушивается к нам. Опять-таки, смотри, фундаментальные и технические подходы, других нет. Я согласен абсолютно с мнением коллеги, но есть как бы одно «но». То есть, вот, например, вышла новость про арест Навального, пять лет, которые ему дали. Я как бы смотрел трансляцию в прямом эфире, и сразу после выхода этой новости, я просто зашортил рынок. То есть, через 15 минут там у меня была прибыль. То есть, на рынке есть легкие деньги, которые как раз можно забирать с рынка. И по поводу фундаментального анализа. В мире есть даже хедж-фонды, которые анализируют... Это системно причем анализируют, да? Я хочу заметить, новости там по Твиттеру и торгуют только на основе анализа Твиттера. То есть, это системный хедж-фонд, который уже существует там пару лет, и у него приличный фонд по объему. Ну, то есть, здесь, во-первых, да, наверное, это не противоречит, да, Сережа, людей? Каждый свой метод. Совершенно верно. Здесь, во-первых, то, что это тоже работает. Ну, вот, очень любопытно, если можешь, Саша, поподробнее, новости по Твиттеру. Твиттер, я так понимаю, это некая социальная сеть, да, где все что угодно могут... Ну, это непрофессиональное, да, экономическое издание какое-то, да, которое можно оценивать. Да, ну, как я могу это догадываться, да, то есть, там могут оценивать количество там Твиттов по определенной новости, да, то есть, там, если что-то, например, стали больше обращать внимание на компанию, на какую-то. То есть, по ключевым словам, там, анализируют новость положительная. Ну, словом говоря, там, посещение странички, да, почему-то всех начинают интересовать, это не к добру. Да, то есть, как раз такой полный анализ именно, наверное, обращения к какой-то компании, упоминания их, он может тоже влиять на акцию. Да, да, и в конечном итоге, да, привести к движению ее цены. Можно добавлю, сейчас Александр расскажет про Твиттер, я вспомнил, значит, у Джека Швагера, такой известный американский журналист, который торгует трейдером, который... Ну, теоретику, да, 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 технического. Есть у него замечательная книга «Магия рынка», да, там, интервью с выдающимися американскими трейдерами. И вот, если мне не изменяет память в первой книге, по-моему, там он берет интервью какого-то трейдера, имя не помню, и он, этот трейдер, рассказывает, что у него очень интересная система принятия решения, они, значит, он и его команда, ну, 80-е годы происходят действия в Америке, вот, он и его команда анализируют экономические журналы и считают, читают высказывания аналитиков, и считают, кто из них за лонг, кто за покупку, кто за продажу. То есть, просто вот сравнивают эти, да? Да, и когда, значит, большинство говорят, что надо продавать, все будет плохо, все упадет, все пучина, они покупаются. О, вот это ключевое момент. Когда всегда впереди экономический рост еще 10 лет, и таких большинство, они всегда продавают. И, кстати, в этом тоже есть логика, в этом есть логика, да, забавно, продавцально. По новостям вот так вот, из Твиттера, я думаю, вполне реально. Спасибо огромное. Сереж, мы прервемся, сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем сухой остаток на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем тему торговых систем в борьбе за доходность. В гостях в сухом остатке Александр Муханчиков, частный трейдер, и Сергей Дорогавцев, управляющий активами инвестиционной компании Финам. Значит, есть вопросы у нас, ну, в электронном виде, я, давайте чуть позже к ним тогда вернусь, все же очень интересно, и продолжим мы нашу беседу. Итак, возвращаемся к построению торговой системы. Напросто, я так понимаю, все, что мы говорили несколько минут выше, оно как бы преддверие к этой торговой системе. То есть я выбираю технический подход, я выбираю фундаментальный, я выбираю торговлю там на основании Твиттера, на основании, ну, и так далее, да? А потом... Ладно, должен быть формализованный подход. Во-во-во-во, а потом... А спонтанное такое принятие решения, когда, а, мне кажется, надо купить или продать. Да, или... А вот не нравится девичий подход такой, да? Солнце встало, я купила. Ну, почему нет? Так все хорошо, солнышко светит, наверное, все будет расти. Давайте покупать. Ладно. Итак, тем не менее, да, возвращаемся к формализации этого самого торгового подхода. Сереж, я прошу тебя, да, и, Саш, твой комментарий, естественно, выбор инструмента, на чем он основан, выбор инструмента. Ну, тут совершенно разные могут быть подходы. Зависят, опять же, от того, что человеку ближе, что ему больше нравится. То есть, это субъективный подход. Абсолютно. Кто-то любит торговать вторым эшелоном, третьим, да, там, где мало ликвидной бумаги, где они могут ходить там на десятки, на сотни процентов за день, за короткое время, да. Кто-то предпочитает ликвиды. Я предпочитаю, мой опыт, я предпочитаю ликвидные инструменты, чтобы всегда можно было войти, всегда можно было выйти с минимальным проскальзыванием. Вот. То есть, опять же, я говорю, каждый подбирает под себя. Саш, ты как выбираешь инструмент? Я не согласен. То есть, на мой взгляд, как раз выбор инструмента, он тоже абсолютно системный и... Нет, он должен быть системный. Просто набор правил, который позволяет... То есть, я говорю, что я торгую ликвиды. То есть, я торгую, ну, грубо говоря, акциями, теми, где мой объем, когда я вхожу в рынок, составляет меньше 5% от оборота за день. Что, по-моему, системный подход. Да, то есть, есть инструменты, которые, например, абсолютно трендовые. И, соответственно, какие-то контртрендовые стратегии на этих инструментах торгуются очень плохо. А какие, извини, если, да, в качестве примера, какие инструменты абсолютно трендовые? На мой взгляд, рубль-доллар, он трендовый инструмент. Фьючерс на РТС, например, последние два года, он контртрендовый. И торговать на нем трендовые стратегии, да, это было бы убыточно, там, ну, может быть, как раз вот последние, там, полмесяца как раз что-то бы дали в плюс. Но суммарно большинство, как раз, трендовых стратегий, которые работало на фьючерсе РТС, они привели, скорее всего, к убытку. То есть, на мой взгляд, как раз выбран инструмент, он должен сходить полностью от стратегии. И как раз-таки можно, то есть, вначале пишется стратегия, стратегия пишется таким образом, что... Я прошу прощения, уточню все-таки, да, Сережа, Саш, стратегия и торговая система, это одно и то же? Да, это одно и то же. Понимаю, да. Просто стратегия круче звучит, наверное, да, стратегия? Ну, это привычка уже... Не понятнее. Не понятнее. Я понял. То есть, вот торговая система, она пишется основываясь, может быть, на опыте, на каких-то предположениях, да, то есть, мы хотим что-то, какую-то идею протестировать. Но мы ее тестируем уже на конкретном инструменте. Скорее всего, идея, которая у нас возникла, она также привязана к инструменту, да. Но если у нас что-то пошло не так, то мы можем также системно, например, выбрать другой инструмент, на котором данная стратегия... При этом, да, стратегия останется, правильно? Вот на этом она не пошла, а на этом она может пойти, да? Конечно. Да, то есть, мы как раз должны выбрать стратегию, абсолютно верно было сказано, на инструменте, который позволяет работать нашим объемом, да, то есть, очень важно, как раз, чтобы проскальзывание было небольшое, чтобы мы не сильно влияли на рынок. А это исключительно связано с ликвидом, неликвидом, да, проскальзывание? Да. То есть, на нашем рынке ликвидных инструментов, например, на срочном рынке, да, их очень-очень мало. Ну, там и, в принципе, инструментов. Да, и на акциях там. Ну, да. Не особо, прямо скажем. Да, вот, например, если тестируют какие-то стратегии на американском рынке, там выборов уже, конечно, идет гораздо больше. И протестировать руками там на двух тысячах акций, это невозможно. Поэтому это тоже все делается в автоматическом режиме. Ну, а в автоматическом режиме мы чуть позже поговорим более детально. Я, кстати, с большой опаской, но в разговоре о ликвидным инструментах хотел предложить рынок Форекс, например, вам, да, то валюты-то они всегда ликвидные, да, можно любую стратегию оттестировать, например. Но я вижу, да, я вижу, Сережа, что это... Если хочется, погорячее, фьючерсы. В восторженной реакции это не вызвало. Так, хорошо. Значит, о выборе инструментов мы поговорили, более-менее понятно, да? Ну, кстати, опять-таки, если позволите, да, у нас есть, ну, если не не обитральный, то разные точки зрения. Конечно. Разные точки зрения. Поэтому рынок и движется, что все думают одинаково. Все думают по-разному. Все, разные подходы. Кто-то вверх, кто-то вниз, конечно. Хорошо. Тогда, значит, выбор инструментов понятен. И дальше непосредственно сама стратегия, я это понимаю, уже непосредственно, да, вот эти технические моменты. Итак, вход в рынок, на чем он основывается, Сережа? Опять же, зависит от того, как человек смотрит на рынок, на его движение. Кому-то комфортно торговать пробои. Пробои чего? Пробои каких-то поддержек, линии поддержек, линии сопротивления. То есть, человек любит ловить движения, которые вот возникают из какой-то консолидации. Кто-то, наоборот, любит торговать, подбирать у поддержки, продавать у сопротивления. То есть, отбои любит. Отбои, да. Да, да, да. Вот. Ну, на мой взгляд, тут, опять же, я не претендую на… Нет, нормально, мы же… Глобально существует два вот этих метода, да, то есть, либо мы пробои торгуем, либо мы торгуем в другую сторону. Вот. И уже, исходя из этого, строится торговая система. Ну, как минимум, вот мы определяем точку входа, да, значит, выбрали в качестве, что, в качестве ориентира, да, или как торгового сигнала, ну, там, что, уровень какой-нибудь, да, и говорите, вот, когда пробьет, я буду покупать выше уровня. А другой говорит, нет, я сейчас, он к нему упадет, я… Я буду покупать у поддержки. У поддержки, да. Вот так вот у нас выглядит точка входа. Саша? Она может строиться, то есть, может, можно все разбивать на отдельные пункты, да, то есть, точка входа, точка выхода, стоп, тейк. Нет, так и есть, мы, собственно, и разбили, мы сейчас говорим о входе именно. Да, но просто есть другой подход, да, то есть, когда у нас есть какая-то идея, как бы, в общем, да, то есть, мы, например, мы замечаем, там, что рынок в определенное время, например, начинает сильное движение. И мы начинаем… И важно, в какой-то уровне, да. Да, да, то есть, когда мы как раз начинаем исследовать какой-то конкретный эпизод, то есть, ну, как я строю систему, да, то есть, у меня нет такого, что, например, мне нравится больше пробои, поэтому у меня точка входа основана на пробои. То есть, я просто смотрю историю, я торгую сам на рынке, в том числе, и руками, и замечаю какие-то отдельные ситуации, которые раз от раза повторяются. И у меня система строится именно основываясь на моем опыте, да, то есть, основываясь на том, что я увидел, что эта ситуация повторяется, я пытаюсь как раз ее описать в правилах. А вот, ну, в качестве примера, может, ты что-то вспомнишь, эта ситуация повторяется, говоришь ты, вот что за ситуация, как она может выглядеть? Ну, опять-таки, да, вот если Сережиным языком воспользоваться, то есть, ситуация такая, вот в какой-то момент рынок консолидировался, да, там, что-то в узком, да, не пошел, потом раз и выстрелил. Потом это произошло, там, через неделю, тоже сам консолидирую, раз и выстрелил. Вот об этой ситуации речь. Да, ну, вот в качестве примера, да, то, что, например, работало раньше, если у нас идет какое-то направленное движение весь день, то, скорее всего, с высокой долей вероятности, это движение будет продолжено на вечерней сессии на рынке Форц. Да, и то есть, если, там, например, мы уже были, встали в позицию лонг, у нас весь день был рост, то мы можем добавить к этой позиции на открытии вечерней сессии. Потому что, скорее всего, да, то есть, вечерняя сессия поддержит этот движение. Да, да. То есть, если, как бы, основываясь на опыте, вот, было это замечено, то, соответственно, это можно запрограммировать там все и реализовать. Я понял, вот так мы, собственно, нашли точку входа, основываясь на чем-то. Дальше, говорим о риске, да, выходе говорим. Да, мы когда покупаем, ну, входим в рынок, да, можно шорт открывать, сразу же надо знать, где мы будем выходить в случае неблагоприятного развития событий. То есть, не потом, когда сначала открыли позицию, потом начинаем думать. Потом, может быть, да, посмотрим, а может быть там. То есть, сразу, одновременно, мы должны знать две цифры, по которой мы входим, и ту, по которой мы выйдем, фиксируя убыток. Вот, тут тоже определяется, исходя из философии входа, скажем так. Опять же, значит, мы покупаем, я так все время о покупке говорю, потому что так управляющий больше, наверное, смотрит лонга. Ну, в силу ограничений. Вот, тут же определяю момент, место для выхода. Опять же, это может быть пробой какого-то уровня важного, да, если пробойный подход рассматриваю. Вот, либо какая-то там скользящая средняя, либо какой-то другой индикатор. То есть, нужен какой-то ориентир, да, за которым будет стоять. Либо снижение рынка на определенный процент, как вариант, там, снижение, купили, там, не знаю, на 10%, если снизится, мы продадим. Ну, тоже торговое правило. Закроемся, да, закроемся. Вот, ну и вот тестируем такой подход какой-то, который придумали. Я понял. Ты выставляешь стопы вообще? Я, наверное, сегодня буду немножко оппонировать. Ну, и нормально, а еще немножко же. А так было бы скучно, мы же все время соглашались. То есть, совершенно верно было замечено, что есть системы, например, у меня есть системы, где стопы ставятся жестко, и сразу. Но в некоторых системах, например, я заранее не знаю, где будет выход. Да, то есть, рынок там может дать 500 пунктов, а может дать и 5000 пунктов. Ну, это я вот говорю о фьючерсе РТС, да, то есть, там, либо пол, либо пол процента. Ты о выходе говоришь сейчас с точки зрения цели, да? Да, да. Мы сейчас про стопы говорим. А про стоп? Про стоп все то же самое. То есть, есть риск какой-то на капитал в сделке. Это абсолютно есть. Здесь как раз идет неразрывно связан именно процент от капитала, на который мы входим, и допустимый риск в этой сделке. То есть, мы знаем, что мы не потеряем больше определенного процента в сделке. Но при этом стоп может быть не фиксированный, да, то есть, например, если у нас риск на сделку 2% идет, мы при этом можем потерять сделки там пол процента. У нас, например, может возникнуть такая ситуация, при которой мы выходим. Она может возникнуть через пол процента, может она возникнуть через 1%. И это не связано с количеством потерь, да, ситуация, это не связано с количеством потерь. Да, да. Это связано с тем, что что-то произошло на рынке, и ты говоришь, надо выходить. Абсолютно верно, да. При этом я могу потерять столько, а может быть уже и столько. Да. Максимальный стоп-то есть. Да, да, ну логика-то понятна, но с другой стороны может произойти такое, что ты не успеешь сориентироваться-то, и тогда как? Правильно, именно вот для этого есть и максимальный риск на сделку. То есть, это как раз именно идет тот стоп, при котором мы понимаем, что ситуация развивается абсолютно не в нашу сторону, и нам пора уже просто как можно быстрее бежать с стороны. Но ты руками все равно это делаешь? Нет, нет. Или приказ стоит все равно где-то там? Все, что относится к системе, это идет полностью автоматизироваться. Да. Я понял. Я понял, хорошо. Ну и успеем мы, две минутки у нас осталось, проговорить. Как фиксировать прибыль. Ну тут опять же разные подходы есть. Есть кто-то торгует, пытаясь поставить цель, предсказать, куда пойдет рынок. Опять же, мой опыт говорит, что это не очень продуктивное занятие. Почему? Когда рынок находится в диапазоне, да, все классно, ты предсказываешь, где он остановится. Ну можно и не предсказывать, он все время говорит. Да, это достаточно просто. Но рано или поздно на рынке случаются тренды. Вот. И такой подход чреват тем, что ты просто выйдешь в самом начале, а потом неизвестно, что делать дальше. Рынок идет, продолжает двигаться, а ты не знаешь, то ли заходить, то ли не заходить. Вот. Опять же, мой опыт подсказывает, что, и мои расчеты показывают, что лучше не пытаться предсказать, где рынок остановится, просто использовать некий трейлинг-стоп. Значит, в случае в чем? Мы купили, и цена, допустим, начинает повышаться, да, мы получаем прибыль. Мы начинаем наш стоп двигать след за ценой. То есть рынок растет, ну, условно говоря, на 10%, мы стоп поднимаем там на 5%. Вот. Тем самым мы даем рынку некое пространство на свободные колебания, какие-то случайные. Вот. Но в случае, если произойдет разворот, мы зафиксируем прибыль. То есть мы таким образом можем держать позицию долго. То есть если о дневной графике, как говорим, о дневном масштабе, то позиция там может и месяцами удержаться. Но это, наверное, все-таки опять больше относится к трендовым неким. Да, это трендовый подход, абсолютно трендовый. То есть мы, как сказать, дай прибыль лететь, вовремя обрезая убыток. Это классическое правило трендовой торговли. То есть мы убытки режем, прибыль держим столько, сколько она дается. Ну, а, спасибо, Сережа, Саш. Ну, а все-таки смотри, вот в начале пути, что называется, да, после того, как я определился со входом и даже с риском, может быть, все равно, ну, хоть какую-то цель по этой позиции я должен представлять себе? Ну, у нас, ну, примерная цель, да. То есть, опять же, мы можем основываться на статистике, на тестировании в прошлом. Соотношение прибыли-риск, например, вот это вот нет? То есть мы, например, знаем, что в среднем прибыльная сделка приносится только-то. То есть это мы знать можем. Саш, извини, я прерву, сейчас новости на Финам.фм, потом продолжим. Ну что ж, продолжаем эфир, уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.фм. Сегодня мы обсуждаем торговые системы. И в гостях Александр Муханчиков, частный трейдер, и Сергей Дорогавцев, управляющий активами инвестиционной компании Финам. Сейчас мы начнем отвечать на вопросы, ну и, Саш, закончишь, пожалуйста, мысль. Все же, открывая позицию, да, выбрав там точку входа, ну или, как минимум, приняв решение, выбрав точку входа, определившись с рисками, ну какую-то цель я должен, наверное, видеть перед собой. Хотя она потом может, конечно, видоизмениться, да, с учетом того, что там... Это, да, это правильно, то есть, и даже, например, в арбитражных стратегиях, да, у нас цель – это схождение спреда между активами. То есть, в принципе, цель есть, да. Хорошо. Опять же, зависит от типа стратегии. Ну, понятно. То есть, в арбитраже понятно, что там он не может вечно расходиться или сходиться. Или сходиться, да. Есть какие-то ориентиры. Конечный результат все равно будет. А при трендовой торговле там движение может быть... Ну, даже при трендовой торговле, смотри, вот ты позицию выстроил, да, выстраиваешь, точнее, ну, какую-то там верхнюю границу диапазона. Или если это канал торговый, может, там, линию канала, ты как-то ориентируешься на предыдущий максимум, нет? Или просто вот она выросла, 10% тебе дала, на 5% трейлинг кто-то поставил, и все, и ниже уже. Да, да, да. Потому что рынок может вырасти на 30%, на 40%. Может. А может резко развернуться и раз... Может, может. Но мы торгуем ради вот тех 5% прибыльных сделок, которые нам приносят львиную долю прибыли. Согласен, согласен. Ну, это при трендовой торговле, опять же. Да, я понял. Хорошо, знаете, несколько вопросов. Вот пишет нам наш слушатель, как разработать свою торговую систему. Как, ну, пошаговая инструкция какая-то, что ли, что надо сделать? Или, в принципе, мы уже рассказали об этом, да? Да, в принципе, говорили. Саша. Мы рассказали, тут есть просто еще два момента, да, то есть торговую систему можно как программировать, это будет готовая программа, но также это может быть набор правил, и если трейдер, он достаточно дисциплинирован, он просто будет их полностью соблюдать. О, молодец. Снял с языка следующий вопрос практически. Кстати, еще один момент, если говорить о автоматизации процесса, все-таки не любой алгоритм, да, возможно, не любые правила возможно автоматизировать. Здесь нет проблем. Ты как? Любой. Если это торговая система, то любая торговая система может быть запрограммирована. Ну, если нет, то есть если не любая, тогда получается, что все-таки мы в нее вносим что-то от себя, да, то есть мы либо анализируем новости, либо мы думаем, что сейчас пойдет туда, сейчас пойдет сюда. То есть если у нас четкий набор правил, о чем мы говорили в самом начале, тогда это все можно запрограммировать. Если что-то нельзя запрограммировать, значит, это к торговой системе не относится просто-напросто, да? Это уже интуитивные какие-то вещи. Субъективные. Но я хотел сказать, что построение любой системы, разработка начинается просто с наблюдения за рынком. Ты просто садишься и начинаешь смотреть. То есть если ты короткосрочные стратегии раздаваешь, ты просто тупо смотришь в стакан, как там динамика развивается, да? Хорошо, что все понимают, о чем мы говорим. Вот это твоя фраза, да, что ты сидишь, специализированная. Вот если что-то более долгосрочное, ты смотришь на графики, ищешь какие-то повторяющиеся закономерности, там, какие-то движения. Все это у тебя перед глазами, ты постоянно смотришь, 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 там, пытаешься что-то торговать, что-то отлавливать. Идеально вести какой-то торговый дневник, где все это записывать, да? Ну, как бы и в начале. Да, по крайней мере в начале. Вот, и ввели какие-то закономерности. А потом пытаешься их использовать, измерять их статистическое... Как часто они появляются, да? Какой там процент движения там в ту или иную сторону. Вот пытаешься дело запрограммировать, прогнать на компьютере, как Александр сказал правильно, там сейчас можно одной кнопкой буквально там за три секунды проверить там, не знаю, тысячу акций, если я про Америку говорю. Вот, и проверяем это все на истории, смотрим, как это работает или нет. Если это работает, если смотрим на соотношение риск-доход, если оно нас устраивает, начинаем как-то это применять на практике. Ну и вот, Саш, то, о чем ты сейчас начал говорить, если это действительно не программируют, значит, это уже что-то субъективное, это что-то от моего «я», которое, в принципе, как правило, мешает получить положительный результат торговли. Вот вопрос как раз ослушали такой. Как заставить себя следовать сигналам разработанной системы? Ну, у тебя ответ, я понимаю, у тебя ответ очевидный, надо просто запрограммировать, закрыть и уйти. Пусть оно само там работает, правильно? Нет, ну, надо работать над собой. Но это вопросы из серии, там, как стать сильным, там, как там... Мужественным, да? Да, да. То есть надо просто работать над собой. То есть здесь ничего специального для торговли именно на рынке? Ну, нет такого, что прочитайте эту книгу, если вы ее прочитаете, то так все будет хорошо. Ну, я думаю, что многие вопросы, которые нам слушатели обычно озвучивают, они вот в основе своего именно такой, ожидания такого ответа, да, однозначного. Что нужно сделать, чтобы стать счастливым, да? Сходить туда и вот... Очень счастливым будем. Да, и будь счастливым. Что нужно, чтобы успешным? Вот надо сделать это, это, это. А, все, я пошел. К сожалению, таких ответов нет, да? Ну да. К сожалению. Все у всех специфично. Ну, ты сам сталкивался вот с этими ощущениями? Конечно. Когда, ну, с моим товарищем торговали, это еще было на российской бирже до первого кризиса, вот, ну, сначала... До 98-го года? До 96-го, может, было 90-го. А ГКО рухнули, вы застали это дело? Конечно. Вот. Ну, там, значит, мы скальпировали, значит, фьючерсы, счет летал по 50% в день, 50% плюс, 50% минус, вот. Ну, и в результате такой торговли стал вопрос, что нам надо или что-то делать в нашей торговле, да, или там через неделю деньги закончатся, надо уходить с биржи вообще. Да, да. Вот. Попалась тогда книжка Александра Элдера, как играть на бирже. Да, да, да. Она одна из первых была. Бестселлер такой. Да, 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 одна из первых. Вот. Ну, и почитали, разработали там простейшую буквально торговую стратегию из двух скользящих средних. Вот. В смысле, верс пересекла, да, я тебе говорю? Да, ну, банально. Совершенно, безобразие простое. Вот. Дали себе честное и пречестное слово, значит, что мы будем следовать. Вот об этом речь. Честное, Саш, честное и пречестное слово. Самое сложное, да, вот именно заставить себя, два человека с высшим образованием, да, с высшим техническим образованием, как они могут довериться какой-то тупой железяке, которая показывает, если стрелочку вверх зеленого цвета. Да, да. А как же наш весь могучий интеллект? Мы же не можем согласиться? Вот. И вот заставить себя оказалось самое сложное, да. Вот. Ну, что помогло? Помогло, да, естественно, ты пропускаешь сделки, сидишь, боишься, там, закрыть убыточную позицию, наоборот, открыться, когда кажется, что не надо ничего покупать. У тебя же свои, какой-то взгляд на рынок. Вот. Помогло? Ну, что мне, по крайней мере, помогло? Я просто, ну, вот, в течение месяца поторговал, видишь, что система должна была заработать, и что ты реально заработал. Это просто сравнишь эти две цифры. Грубо говоря, там, не знаю, условно, систему показал за месяц плюс 10, у тебя там минус 15. Вот вам понравилось. Что-то не то. Следующий месяц опять там система плюс 5, у тебя там минус 20. И вот пару-тройка таких месяцев проходит, ты смотришь, что или ты четко следуешь и не морочишь голову, да, или вообще уходи, закрывайся. Причем, да, фраза такая, зачем я мучаюсь тогда? Вот же, смотрите, вот здесь результат. Вот, и мне как-то вот это очень быстро поставило на место, и стал я просто. Да, потом были попытки улучшить систему, там, обмануть, там, видишь какую-то сделку, что, ну, тут явно не надо входить, там, какое-то сопротивление, реально пропускаешь. Вторая сделка тоже, думаешь, ну, если не буду входить, то, ну, видно, что не пойдет. Опять пропускаешь. Третий раз опять такая шедневная случается, не буду входить, а там раз, и у них тренд пуляет, там, не знаю, по стратегии плюс 30. То есть было три сигнала, да, и ты ими не воспользовался, а на третий раз случилось то, что случилось. Как всегда, да, ты сидишь, вот, неполученная прибыль, на мой взгляд, это самая тяжелая. То есть ты понимаешь, если бы я, там, позавчера бы сделал сделку, у меня счет был бы, там, вот такой бы, да. А сейчас вот я... Что бы я мог понакупить-то, да? Вот, и такое сравнивание результатов в конце отчетного периода, что было бы и что у тебя есть, оно, по-моему, очень отрезвляет и заставляет вот именно следовать. Бьет по мозгам. У тебя были проблемы такие? Ну, тут я хочу дополнить, тут самое плохое, если, как бы, например, то, о чем шла речь, как раз, например, покажет, что при вмешательстве рук, там, плюс 10, а система плюс 5, да, и пару месяцев так, а потом при вмешательстве рук, там, минус 50, а система ноль. Да, то есть создается иллюзия, что ты можешь и обыграть. Тут подколотил, там, берешь, да, конечно. А иллюзия именно по какой причине? Потому что это руки. Это не система, потому что ты думаешь, что ты гораздо лучше разбираешься в рынке, чем бездушный алгоритм, что ты можешь. Ну, только алгоритм не разбирается в рынке-то, в том-то и дело. А ты-то разбираешься. И ты так, раз, здесь не вошел, там не вошел. Тут что-нибудь такое. Кстати, смотрите, вопрос замечательный пришел нам от слушателя. Как сделать систему, которая зарабатывает 1000% за полгода? Почему-то именно так вопрос стоит, Саш. Как такую систему сделать? Ну, я могу рассказать, то есть надо вложиться в архитектуру, надо поставить свой сервер на биржу, прямой доступ на биржу, прямой доступ к западным котировкам. И, соответственно, вы начинаете стараться обогнать рынок, то есть вы начинаете, как только там, например, фьючерс на S&P дернулся вверх, вы пытаетесь взять спред, потом вы пытаетесь, например, если он сильно дернулся, вы пытаетесь уже перевернуться, поставить заявки в обратную сторону, и вы берете эти микродвижения. Подожди, ты сейчас серьезно что-то рассказываешь? Да, абсолютно серьезно. Я думаю, ты решил пошутить, потому что даже, на мой взгляд, вопрос такой какой-то ненормальный. Абсолютно серьезно. То есть я искренне считаю, что можно создать систему, которая заработает 1000% за полгода? Конечно. Просто для этого нужно потрудиться, вот и все. Но при этом эта система будет работать с суммой, которая мало кому интересна. 1000 рублей? 30-50 тысяч рублей. Почему? А больше? Больше она просто не переварит. То есть у нас рынок не такой ликвидный, чтобы можно было торговать. И, во-вторых, вы будете вкладываться в инфраструктуру каждый месяц по 500-600 тысяч рублей. То есть если вы готовы, то вы можете идти в эту сторону и начинать действовать. Сложно это. Я практически ничего не понимаю. Я думаю, что просто нереальные, надо ставить себе реальные цели. Да-да-да, как в известном фильме. Да, то есть есть определенное соотношение риск-доход, которое можно получать на рынке. Может быть, где-то разово, с бешеными плечами, с бешеными рисками открывшись, можно заработать результат. Но это будет выстрел, который... Это же не система. Ну, просто повезло, на халяву схватить. Ну, вот я хочу дополнить, да, что я знаю много команд, которые работают как бы именно в хай-фриквенсе. Да, у них действительно там бывают такие доходности. Но при этом это, наверное, самая высококонкурентная среда. И приходить туда новичку, который ничего не знает, у которого нет возможности вкладывать огромные деньги, да, к западным котировкам, в сервер. Это абсолютно точно не тот путь, по которому следует идти. Вы с крайне высокой долей вероятности, вы разоритесь здесь. Ну, и потом даже вот, судя по твоим цифрам, которые ты озвучил, да, то есть 600 тысяч в инфраструктуру, при этом у меня счет 1000 рублей, но даже если ты... Ну, не 1000 рублей, там, 50-100 тысяч. Тысяч, да? Да. Да, печально. Друзья мои, к сожалению, времени не так много осталось, еще есть несколько вопросов, но времени нет. Ну, я надеюсь, если вы не возражаете, конечно, Сережа, что мы еще раз встретимся с вами в эфире и обсудим вещи-то насущные и наверняка интересные многим нашим слушателям. Ближе, наверное, к сентябрю, когда уже, так сказать, все вернутся из отпусков. Все вернутся из отпусков, да, рынок, наверное, будет поинтереснее. Закончится август, у нас традиционный август месяц такой. Переживем мы август, каким-то образом из него выйдем и устремимся вдаль. Спасибо огромное. Уважаемые слушатели, сегодня в гостях сухого остатка Александр Муханчиков и Сергей Дорогавцев. Мы обсуждали торговые системы, как они борются за доходность. Ну, в общем, спасибо вам за внимание, спасибо вам, уважаемые гости, всего хорошего, успехов на рынке. До свидания.